Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше вещание в эфире программа «Утро» на телеканале «Россия-1». С вами в студии Мадина Лайпанова. Совсем скоро ко мне присоединятся наши гости. Ну а перед этим я предлагаю узнать, какая сегодня ждет нас погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза ночью в отдельных районах сильный с градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. В горах плюс 2, плюс 7. Днем до плюс 26. И местами до плюс 17. В Черкесске ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. Днем 23-25 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. А теперь я на РПС. Система дополнительного образования является феноменом отечественного производства. Данная методика вобрала в себя опыт и традиции внешкольного воспитания, одновременно являясь инновационной образовательной деятельностью. Существует немало организаций, оказывающих услуги доп. образования для детей. Среди них школы и центры, обучающие скорочтению, ментальной арифметике и многим другим методикам, позволяющим развивать память, коммуникативные качества и любознательность. Мы решили более подробно узнать, как именно проходят занятия и каких успехов добиваются дети, занимающиеся по специальным программам. Об этом мы поговорим сегодня с гостями нашей студии. Но перед этим я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Нас считают трехзначные, 10 действий со скоростью 2,7. Внимание! В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали. Вот так легко и изящно 13-летняя Самира Тимирджанова складывает и вычитает трехзначные числа в уме, одновременно читая стихотворения по памяти. Таких успехов в ментальной арифметике ей удалось достичь за пару лет посещения одного из центров дополнительного образования в городе Черкесске. Девочка признается, что поначалу было непросто. Но потом она постепенно втянулась и задания стали даваться ей гораздо легче. Здесь учат устному счету, быстро считать примеры. И при этом развивается мелкая моторика рук. И в учебе мне это достаточно часто очень помогает. Немалых успехов удалось достичь и Аслану Айбазову. Этот третий классик буквально щелкает на раз математические уравнения со сложными числами. Кстати, его старшие брат и сестра тоже посещали эту школу. Впечатлившись их результатами, родители не раздумывая отвели младшего на занятия и ни разу об этом не пожалели. Я хожу на ментальную арифметику примерно около года. Это мне очень хорошо помогает в учебе. И память у меня тоже достаточно развивается. Я начал уравнения делать намного быстрее. И примеры в том числе. И многое другое. Ментальную арифметику преподают в этом центре уже пять лет. За это время сотни детей обучились методике быстрого устного счета, пришедшей к нам из Китая. Главное достоинство метода – он заставляет оба полушария головного мозга развиваться одновременно. Малыш учится мыслить и аналитически, и творчески. Причем все занятия проходят в игровой интересной форме. Детки у нас начинают с единиц и переходят дальше. Ну, осваивают все по постепенности. Ну, от легкого к сложному. Соответственно, развивается у нас хорошо моторика. Соответственно, детки у нас считают обеими руками. Для чего это предназначено? Чтобы у нас, когда работают обе руки, работает, соответственно, наша голова лучше. То есть мозг у нас быстрее начинает развиваться, быстрее начинается у нас концентрация внимания у детей к предметам возникает, от чего происходит уже дальнейшее улучшение в учебе. Способствуют развитию продуктивности в учебе и курсы Либерика и Меморика. Это программа по освоению навыков скорочтения и развитию памяти. Здесь детей учат буквально за секунды читать, а главное – понимать большой объем текста. В результате растет успеваемость, меньше времени тратится на выполнение домашней работы, да и учиться становится интереснее. Сейчас ребята покажут нам метод чтения «Точка взлета». Я засеку время, я даю команду «Приготовились». Вы переворачиваете текст, набираете, ну, готовитесь, да, сразу, и по моей команде на старт внимания начинаем читать. Приготовились. Это значит, вы раскладываете, переворачиваете текст, создаете портал пальчиками. Это мы так называем. Быстрей. Расставьте ноги таким образом, чтобы вы видели все, вас хватило на все страницы. Итак, приготовились. На старт. Внимание. Аккуратно. Начали. Все. Все. Меньше секунды и секунды. Для обывателя такой способ чтения может показаться невозможным. Тем не менее, воспитанники центра прекрасно понимают текст, прочитанный таким образом. А чтобы убедиться в этом, после чтения они отвечают на вопросы, которые позволяют выяснить, насколько они усвоили текст. Этот метод называется «Точка взлета». Они читают, потом садятся, у них перед ними 10 вопросов. Вопросы разные. Есть открытые тестирования, есть закрытые тестирования. Закрытые – это когда из вариантов ответов ребенок выбирает правильный вариант. А как же проверить понимание? Он должен своими словами же. Соответственно, это открытые вопросы, где вопрос задается, а ты должен сам ответить на вопросы. Вот мы даем на экзамене два теста, из которых детки отвечают. Как говорят специалисты, навыки скорочтения нужно тренировать еще в детском возрасте, когда мозг ребенка лучше всего приспособлен к развитию интеллекта и приобретению полезных способностей. Также доказано, что школьники, которые владеют данной техникой, способны учиться лучше других своих сверстников. Сегодня у нас в студии присутствует руководитель центра Марина Николаевна Трофимчук и тренер центра Маргарита Фуадовна Джанаева. Здравствуйте. Очень рады вас сегодня видеть у нас в гостях. Мы посмотрели небольшой сюжет, который показывает нам о том, как проходят занятия в вашем центре. Тем не менее, хотелось бы узнать, Марина Николаевна, у вас, так как вы руководитель центра, как зародилась вообще идея открытия школы дополнительного образования в Карачаево-Черкесии, как давно она существует и, собственно, страшно ли было в начале, или, может быть, вы были сразу уверены в успехе данной идеи? Нет, ну, конечно, все новое всегда интересно, и в то же время риск какой-то тоже присутствовал. Об этой программке узнал мой младший сын еще 6 лет назад. Загорелся, мама говорит, такая крутая программа ментальная арифметика, которая помогает деткам развиваться, после которой у ребенка работают оба полушария головного мозга еще с ускорением. То есть детям легче учиться во много раз. То есть детки становятся уникальными людьми, которым легче учиться, которые быстро схватывают информацию, которые быстро все преодолевают. Эта программа придает уверенность себе и ребенку. У ребенка меняется мышление. Наш информационный век – это очень востребовано. И когда сын узнал об этой программке, он загорелся. Месяца 4 он меня уговаривал, чтобы мы приобрели эту франшизу, чтобы запустили. И я уговорил меня уволиться с работы, чтобы я занималась именно этой деятельностью. То есть развитием деток. Марина Николаевна, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, вот помимо ментальной арифметики и скорочтения, о котором мы сказали в сюжете, хотелось бы узнать, что еще вы сегодня предлагаете детям? 5 лет у нас работают такие программы, как ментальная арифметика, либерик – это мега-скорочтение, меморик – это развитие памяти. Буквально с прошлого года мы запустили новую программку, называется «Амаматика», то есть это математика для начальных классов. То есть чтобы деткам было легче осваивать программу математики, все в игровой форме. Там и основы программирования, и финансовая грамотность, и логику мы развиваем на занятии максимум 20-30 минут. То есть вы не перегружаете ребенка? Да, мы не перегружаем, чтобы это было все эффективно. И мы для того, чтобы ребенок выбрал, на какой программке он хочет заниматься, мы проводим бесплатные пробные уроки. Маргарита Владовна, вы являетесь тренером центра, непосредственно каждый день взаимодействуете с детьми. Какие, может быть, задатки у ребенка должны были быть, чтобы выбрать одно или то другое направление? Как вы считаете? Или, в принципе, все направления одинаково подходят всем детям? Из 100% приходящих на пробный урок остаются 99,9%. Другой вопрос, потянет, не потянет. Потом проходит, естественно, первый урок, и мы тестируем детей. Мы же не просто каждого желающего берем. Мы же еще посмотрим. Отбор существует? Конечно, обязательно. Проходит отбор. Зачем нагружать ребенка, который еще не дозрел до того, чтобы вот такую нагрузку иметь, допустим, да? Которую я требую по программе. И когда вот такой момент, кстати, мы этот вопрос тоже решили, придумали читарику, букварику. Это поэтапное становление. Дети учатся читать. Сначала по слогам в одной программе, потом они уже вычитывают определенное количество слов, и потом уже ко мне на скоростное чтение, где мы в секундах читаем, конечно же, страницами. Для этого же надо словарный запас определенный. Вот если говорить о скорочтении, мы в сюжете видели один из способов, да? Достаточно впечатляющий. Да, мы у взлета, когда ребенок просто за секунду, да, читает огромное количество слов. Скажите, пожалуйста, сколько вообще существует способов скорочтения, и, в принципе, легко ли ими овладеть, возможно ли это, и, может быть, еще какие-то яркие такие вот, ну, впечатляющие, скажем так, методики существуют? Вы знаете, ну, конечно, когда мы показываем, что мы умеем, мы показываем такое самое впечатляющее. Это был самый конечный метод чтения, точка взлета называется, где мы за одну секунду, детки, учатся читать, там, допустим, там, по-моему, 8 страниц было, или 10 страниц. Но, как вы видели, когда мы говорим 10 страниц, родители думают, да я за одну секунду страницу не переверну, но там-то речь не идет о переворачивании. Там листочки лежат, на одном листе две страницы, да, соответственно, и вот они вычитывают. Но для того, чтобы они за такое короткое время растянули зрительное пятно, уловили каждую деталь, сконцентрировались на словах и так далее, выцепили каждое словечко, опорные слова, я это мучу полгода. Это же не просто пришли, сделали и ушли. Полгода мы тренируем мышцы глаз, мы тренируем зрительное пятно, растягиваем, мы собираем словарный запас, мы его увеличиваем, и одно на другое. Ну и, соответственно, я не учу, как в школе читать. И когда родители говорят, а сколько мой ребенок будет читать вслух, я сижу говорю, ребят, вы не туда пришли. Я не учу читать вслух. Но дополнительным бонусом идет еще и развитие вот этого речевого, речедвигательного аппарата за счет того, что мы прокачиваем разные участки мозга. Речь налаживается детей, сами дети говорили. Да, это отдельная песня. Тут еще же очень много зависит, когда ты много читаешь, ты начинаешь грамотно разговаривать. Налаживается речь детей. Ну понятно, когда словарный запас пополняется в любом случае. Когда взрослые детки об этом говорят, что вот у меня речь налажилась, я более грамотно говорю, это очень немаловажно. Который, например, профессию выбирает журналиста или юриста. Конечно, это очень важно. И он сам замечает, что он лучше говорит, что у него речь грамотная становится. Дикция выправляется. Скажите, пожалуйста, обучение в школе, оно предполагает обучение детей. Бывало ли такое, что взрослые к вам обращались? Или, может быть, родители, увидев результаты своих детей, хотели бы заниматься? Не один раз. Да, очень часто. Мы же как? Мы пробный урок проводим вместе с родителями. Они присутствуют, чтобы они знали, куда отправляют своего ребенка, в какой космос. Ну и, соответственно, в этом космосе они хотят остаться и говорят, пожалуйста, может быть, мы тоже как-то поучаствуем в этом. Очень много предложений поступает от взрослых. Я вам так скажу, в наше время, особенно, когда люди очень жалуются на память, на ухудшение памяти, на количество информации, которую надо обработать за день, поступает. Соответственно, это очень пригодилось бы. Как человек, который прошел все это сам, я могу вам точно сказать, что это реально работает. Москва прогнозирует запустить наши программки именно по памяти, по скорочнее, для взрослых. Разрабатывается сейчас план уроков для этого. Ждем. То есть мы ждем, что мы и для взрослых, потому что очень многие родители тоже хотят так же круто читать, как их детки. И надеюсь, что, может быть, в следующем году. А исходя из опыта, что бы вы могли сказать? Детям проще или все-таки взрослому проще овладеть данными методиками? Я вам так скажу. В силу того, что у взрослых есть самодисциплина, плюс понимание, зачем они пришли, четкое, и самое важное, словарный запас, за счет этого у них есть свои достижения. Вонус. Но в силу гибкости ума, в силу быстро усваиваемости у ребенка мозг-то чище, скажем так, если выражаться народом, у них не так загружен мозг, столько ненужных файлов там нет, соответственно, на чистое записывается. Если им говорят, что вы сможете, у них это и получается. Как ни странно, знаете, вот я вам так скажу, чуть-чуть такое отступление. Вот я замечаю, восьмилетки приходят, они не особо понимают, зачем им нужно сейчас читать восемь страниц за одну секунду, но у них это легче понимает, получается, в силу того, что они меньше возраста. А если говорить о результатах, вот какие впечатляющие результаты ваших учеников, вы наверняка всех своих учеников помните, вот по скорочтению, по ментальной арифметике, может быть, какие-то истории есть, рекорды ваши? Ну, у нас уже как закономерность такая, например, если старший ребенок в семье прошел в нашей программке, приводят младших детей, однозначно, потому что видят результаты по старшим деткам, хотя чтобы и младший был такой же развитый ребенок. Преемственность. Преемственность, это первое. Второе, то, что детки, которые у нас занимаются, даже в школах видят, что это становится другими детьми. Многие педагоги советуют, которые грамотный педагог, советуют прийти к нам, чтобы ребенку было легче учиться. Если ребенок, например, в школе, ну, сейчас детки разные очень, ментальная арифметика – это вообще крутая программа. Мы тренируем мозг, мы прокачиваем мозг. Ребенку легче учиться, он быстро все схватывает. И вот, видя, что у кого-то так получается, и другие родители к нам приводят детей. То есть, как говорят, сарафанное радио. И знакомые тоже приходят, и когда видят результаты, что, например, раньше ребенок за уроками сидел два часа, сейчас он в пятом-шестом классе делает их за 40 минут и учится на отлично, это, конечно, шокирует. А если говорить о скорочтении, вот максимальное количество, скажем так, слов, которые ваш ученик или ученица могли бы прочитать вот за секунду. Вы знаете, я бы хотела вот чуть-чуть вернуться к предыдущему вопросу и сказать, методов чтения 12. И они разные, и они взаимосвязаны, потому что прокачаешь один метод, у тебя легче получится следующий, и так далее, и так далее. Постепенно. Ну и, соответственно, то, что я и говорю, прокачивая полгода. Ну и, опять же, возрастная категория. Смотрите, когда мне приходят, говорят, шестиклассники, говорят, у нас загруженность, мы не можем, мы не успеваем делать домашки. Я говорю, вы знаете, рекорд держит девочка-десятиклассница. В десятом классе, по-моему, загруженность капитальная. Да, максимальная, потому что там и допы, и подготовка к ЕГЭ, и так далее, и так далее. Личная жизнь какая-то должна оставаться. Так вот, девочка, Сабиночка у нас, Китаева фамилия, она в десятом классе, будучи, поставила рекорд. Насколько я понимаю, на тот момент в пяти странах, где существует данная методика, наша именно, наши филиалы, скажем так, она была лучшей. И у нее результат 125 тысяч даже с чем-то, не будем уже говорить, слов в минуту она вычитывает 80% понимания. Чтобы вы понимали, вот она меньше, чем за одну секунду, и прочитала 1757 слов. Меньше, чем за одну секунду. Мы сами не поверили. Мы не поверили. Мы позвонили в Москву, слава богу, мы записывали все на видео. У нас специальная формула рассчитывается продуктивность чтения. То есть понимание чтения не просто... Ну, есть формула определённая, рассчитывание коэффициент продуктивности. Просто когда человеку говоришь о том, что вот ребенок может просчитать тысячу слов в секунду. Ну, вот понимаете... И каждый же думает, что он будет перелистывать эту страничку. Да, да, абсолютно верно. Но когда мы позвонили в Москву, она как раз, эта девочка, сидела и говорила. Нет, вот мы там спорили по поводу одного неверного ответа. Она говорит, там была такая фраза. И тут в трубке методист слышит, а что там у вас происходит? А я как раз по поводу высчитывания формулы. Я говорю, ребенок прочитал меньше секунды. Как я это буду считать? Посоветуйте с методистом в Москве. А она говорит, ну, а что там у вас происходит? Я говорю, она спорит, говорю, там, оказывается, частица не... То есть, получается, эта частица полностью меняла весь ответ. Да, значение. Она спорит, говорит, нет, было вот так. А я говорю, там было не вот так. И вот она это, я ей пересказываю, она говорит, за то, что она это увидела, целую фразу... Отстаивает свое мнение. Да, отстаивает свое мнение. Добавьте еще один балл. Ну, мы как-то чисто и отправили, в любом случае, чтобы я могла точно знать, что я вот за это отвечаю, это мой результат. Мы периодически в процессе обучения тестируем деток. То есть, постоянно мы даем результаты и в Москву, и детки себя фиксируют. А каждый урок? Каждый урок я отправляю результаты. Какой у них результат? Мы смотрим динамику. Они видят, какие у них результаты. Родители видят, какие результаты. Если говорить о ваших потенциальных учениках, какие они должны быть, эти дети? Сейчас речь идет о моем предмете или же... В общем, в принципе, о студентах центра, ну, учениках центра. Любой ребенок это все. Нет таких деток, у кого бы не получалось. И немаловажно родители, которые хотят, чтобы у ребенка был результат после наших занятий. Это труд не только деток, это труд родителей мотивировать, что нужно позаниматься. Да, 15-20 минут вроде бы немного, но это ежедневный труд. То есть как в спорте, кто делает зарядку, наши детки тоже... Дисциплина важна, да? Тоже, да. Точка контроля родителей – это платформа. Разминка должна быть ежедневная. Как в спорте детки ходят, должны зарядку делать, то такая же разминка должна быть для мозга ежедневная. И вот это не упустить это время, то, что каждый день важен, особенно по таким краткосрочным программкам, как «Меморика памяти» и трехмесячный курс, скорочнее полугодовой курс, каждый день очень важен. Чем лучше ребенок занимается, тем лучше у него результаты. Это однозначно. Также по ментальной арифметике. Вроде бы там у нас курс рассчитан на два года, но это не за то, что там мы хотим научить читать. Мы научить читать можем и за три месяца, всему, и умножение и деление. Наш курс длительный потому, чтобы нейронные связи между правым и левым полушарием, которые образуются во время тренировок, стали прочными, крепкими, и пригодились ребенку и дальше по жизни. Чтобы он всю жизнь был другим человеком, чтобы у него работала вся голова еще с ускорением. Это простыми словами, что дает ментальная арифметика. И после ментальной арифметики такие программки, как скорочтение памяти, еще более результативные получаются. А их сразу видно. У них мозг уже другой. Настроен. Он просто оба полушария работают. То есть уже другие детки. И, соответственно, результаты под всем остальным программкам у них лучше. Что ж, удачи вам в ваших начинаниях и успехов вашим педагогам и, собственно, воспитанникам. Спасибо за то, что сегодня вот это утро провели вместе с нами в нашей студии. Спасибо большое. А я прощаюсь с нашими телезрителями. Увидимся совсем скоро в этой же студии. До свидания.